МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На полотнах полный полет фантазии. Сказочные образы домов чередуются с дизайнерскими решениями и инновационными формами. Конкурс детских рисунков организовала компания Велком. Но такого широкого отклика никто не ожидал. Более 250 человек представили свое видение дома мечты. Есть мнение, что каждое новое поколение рождается развитее, чем предыдущее. Хотелось бы через вот это светлое и чистое сознание наших современных детей увидеть то, о чем они мечтают и какими они хотят видеть свои дома. В конкурсе принимали участие дети от 10 до 17 лет. Среди них воспитанники художественных школ, школ искусств, студенты художественного училища и просто все желающие. Их работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители и преподаватели художественных школ и школ искусств Рязани, а также представители организатора и партнеров конкурса. Нашей доброй инициативой было пожелание принять участие в этом мероприятии, потому что у самих у нас двое детей, мы понимаем, для кого мы это делаем. Для итогового зрительского голосования члены жюри выбрали 40 лучших работ. Они будут размещены в социальных сетях компании Велком. Отдать свой голос за понравившуюся картину мог каждый рязанец. Путем проставления лайков будут выбрано 18 работ, самых лучших работ. Это уже, скажем так, не мнение конкурсной комиссии, а мнение всех вовлеченных людей в этот процесс. Напомним, что конкурсы на различную тематику строительная компания Велком проводит регулярно. Принять в них участие можно в социальных сетях компании, а также на радио. Однако такой зрелищный и яркий проект, как выставка детских рисунков, был организован впервые. Идея сразу же нашла поддержку. Наши партнеры Велком Групп, с которыми мы сотрудничаем не один год, предложили нам поучаствовать в данном проекте, то есть, как бы, на добрых началах. Мы, как бы, вообще все инициативы поддерживаем, то есть, на самом деле, и помогаем школам там в новогодние детские, в новогодние праздники, то есть, оказываем финансирование, помогаем устраивать детские праздники для детей. Ну и вообще лояльно, на самом деле, относимся к подрастающему поколению. Генеральным партнером конкурса стала компания «Рельеф-центр». Они считают своим долгом развивать творческий потенциал детей. Для победителей и участников выставки они подготовили ценные подарки. Это этюдники, мольберты, профессиональные наборы, краски, кисточки. То есть, все то, что порадует каждого художника. Мы предоставили ассортимент бренда «Гаммы». Все конкурсанты рисовали рисунки нашими красками, нашими кистями. И мы приготовили классные подарки, которые порадуют не только начинающих художников, но и профессиональных. То есть, это профессиональная линия бренда «Гаммы». Сертификаты на подарки победителям вручили на детском празднике, который был организован совместно с торговым центром «Премьер». Здесь же более двух недель размещалась выставка, на которой были представлены все работы, которые принимали участие в конкурсе. Галина отмечает, что достойных рисунков очень много, поэтому выделить победителя крайне сложно. На картины хочется смотреть часами. Стоит отметить, что юные художники для творчества могли выбрать одну из трех тем. Самый популярный стал экстерьер, то есть рисунки с изображением многоквартирного дома. Фантазия участников не ограничивалась стандартными прямоугольными эскизами. На выставке множество необычных конструкций. Например, дом из тыквы, круглый, передвижной, в форме паука или кошки. Ксения Комарова предложила рязанцам жить в доме-торте. Именно ее рисунок занял первое место в возрастной категории от 14 до 17 лет. На карандашный эскиз у девушки ушло 2-3 дня. Затем она наметила цветовую палитру, а позже перевела рисунок в цвет, покрыв гуашью. «Я сама по себе сладкоежка. Еще рисунок был нарисован накануне праздника. Я смотрела на торт. Я думаю, это будет очень сладко, жизнь в шоколаде. Прямо очень-очень интересная». Форма дома поражает воображение. Однако специалисты компании «Велком» отмечают, что воплощение такой идеи требует особого подхода к разработке конструктива здания. Ведь оно должно быть устойчиво и отвечать запросам жильцов. Поэтому комнаты лучше сделать классические прямоугольные. В них жить комфортнее всего. Здесь проще организовать пространство и эффективно использовать каждый его уголок. «Много домов, которые, в принципе, поражают своим креативным подходом. И было бы классно, если бы дома будущего были построены вот в такой стилистике, как нарисовали участники». Не менее интересные рисунки дети представили на тему благоустройства при домовой территории. Эксперты отмечали необычную отделку фасадов, искусственные водоемы, малые архитектурные формы, которые используют участники. «Это как раз их восприятие именно окружающей среды. Именно вот этого внешнего мира, вот этого нарядного, красивого, такого выразительного пространства, в котором хочется находиться. Ведь где дети обычно проводят свое свободное время? Это улица, это двор. Им тоже хочется какого-то комфорта и уюта в этом дворе, так же, как и дома. Поэтому многие, видимо, нацелены были именно на создание той внешней среды, которая окружает наши дома». Разнообразие действительно большое. От космической тематики до классических европейских идей. При этом в работах много зелени. Именно на ней сделала акцент и Анна Бондарец, которая стала победителем в возрастной группе от 14 до 17 лет. «Я изобразила работу зеленых цветовых оттенков. Я выбрала именно эту цветовую гамму, так хотела показать, насколько важно зеленое в нашем мире. К сожалению, сейчас проблемы экологии очень в плачевном состоянии, и поэтому я хотела показать, как важно беречь наш дом». Мнение зрителей совпало с мнением организаторов. Ведь дома компании «Велком» сделаны с учетом так называемых «зеленых» технологий. «Мы – компания, которая ориентирована на применение экологических материалов в строительстве своих домов. Поэтому вот эти идеи, связанные с деревьями, цветами, растениями – все это нам близко». Были на выставке и практичные идеи. Виктория Лапшина стала победителем в возрастной категории от 10 до 13 лет. Она занимается в художественной школе. Картины нарисовала акварелью. «Я видела много подъездов просто и совместила как бы в этом много подъездов в одном рисунке. Учитель подсказывал насчет теней, там вот этого всего, то есть потом как стекла нарисовать тоже». Стоит отметить, что специальный приз получила работы Кристины Фирсовой. Девушка в этом году заканчивает художественную школу. Ее рисунок больше всего понравился представителям компании «Велком». Они старались выбрать такую идею, которую можно реализовать на практике уже в ближайшее время. Рисунок девушки выполнен акварелью и гелевой ручкой. «Честно говоря, очень быстро нарисовала, но как-то большого времени не потратила на задумку, на идею, в принципе. Поэтому быстро получилось нарисовать». Стоит отметить, что компании «Велком» близки не только зеленые, но и энергосберегающие технологии. В своих проектах они уже воплощают самые смелые идеи, чтобы повысить комфорт жильцов. Активно внедряются авторские и европейские концепции. К тому дому, который мы сейчас построили, вторая линия «Дом-9», очень многие приходят зимой, когда везде навалено много снега, погулять, поскольку здесь управляющая компания чистит все вокруг дома. И своевременно, как только начинает падать снег, у нас происходит уборка. Там же это реализовано будет с помощью подогрева тротуаров, чтобы позволить сэкономить человеческие ресурсы и, соответственно, будет доставлять меньше неудобств будущим жильцам. Идеи детей вдохновили строителей и архитекторов компании «Велком» на новые решения. Вполне возможно, что проекты с рисунков вскоре найдут воплощение в рязанской архитектуре и необычных дворовых территориях. С вами была программа «Знак качества» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире.